Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема-2. Сегодня на РБК вышла статья под названием «Смена правообладателя PRISM и чего теперь ожидать». Статья сама по себе очень позитивная, в которой говорится о том, что движение СВТ под руководством Алексея Валентиновича Муратова передало свои уполномочия на товарный знак и бренд PRISM сообществу ООО PRISM. Если мы нажмем вот на эту кнопку «Учредители», то вы сможете просмотреть тут, кто и какую долю в процентном соотношении имеет в этом ООО PRISM. Первый по списку – Ефремов Дмитрий Викторович. Он является одним из разработчиков PRISM. Выходил на связь с сообществом несколько раз. Следующий в списке – Северов Денис Михайлович. Он является генеральным директором ООО PRISM. Энергичный молодой человек, который уже дважды вышел на связь с сообществом в прямом эфире. Это уже хороший фактор. В конце списка Владислав Юрьевич Волконский – прекрасный айтишник с большой буквы. В одном из чатов он написал, что если бы я когда-то не вникнул в код PRISM, то никогда бы не обратил на него внимания. Вот таким людям, как Владислав Волконский, я лично доверяю. Согласитесь, что отсутствие доверительных диалогов внутри сообщества с создателями или отсутствие какой-либо рекламы всегда и везде негативно складывалось на развитие любого сообщества. И вот спустя почти год, а то, может быть, и больше, мы начинаем понимать, что лед сдвинулся. Денис Северов охотно рассказал о планах и ответил на вопросы в прямом эфире. Он заявил, что такие общения будут каждую неделю по субботам. Время и день, конечно, будут выставляться в чатах дополнительно, а запись будет выкладываться на канале «Продвижение призм». Так что вы всегда можете посмотреть эфиры в записи. Со стороны нового руководства было предложено залистить на выбор 4 новых биржи. Сейчас сообщество жарко обсуждает это предложение. Также было предложено создать и зарегистрировать «Дау-Призм» за рубежом. Поэтому следите за новостями. А все ссылки на эту статью, на документ, подтверждающий смену руководства и на канал «Продвижение призм» я оставлю в описании под этим роликом. Теперь самое время вникнуть именно в уникальность самой программы для EVM. Вникнуть в технологический процесс блокчейна. Вот если кто из технорей смотрит сейчас этот ролик, оцените, пожалуйста, вот такую ситуацию. Несколько месяцев назад в один день призм ушел в форк и раскололся на тысячу форков. Представляете, не на 2, не на 3, а на целую тысячу форков. Приблизительно за 8 часов все ноды, а в призм нод около 5000 приблизительно, это немало. Так вот, все эти ноды самостоятельно сделали перерасчет, обращаясь к другим нодам, возвратившись на несколько блоков назад. Высчитали неправильную, так сказать, фальшивую транзакцию. Обратите внимание, они ее нашли, удалили без вмешательства разработчиков. И все ноды опять заработали в унисон через несколько часов. Это только один из примеров, который делает технологию призм уникальной. Понимаете? Напишите в комментариях, есть ли на сегодня такие монеты именно вот с такой уникальной технологией. Попробуйте разобраться в качествах этой монеты, для чего она предназначена. И дайте свое техническое, правдивое, независимое заключение. Какое будущее у монеты призм? Призм можно использовать в любой компании, как расчетную единицу для инвестирования в тот или иной проект, наравне с биткоином, эфириумом или даже с тем же ОСДТ. Причем из всех этих монет призм будет в более выигрышном варианте, как для инвесторов, так и для тех, кто создает какие-либо компании в интернете. За счет того, что призм имеет уникальную технологию парамайнинг плюс форжинг. Только не нужно сейчас писать, что это бредовая идея. Попробуйте сначала. Уверена, что вам понравится использовать призм, как платежную единицу расчета. Это удобно, выгодно и быстро. Потому что у призм комиссионные 0,5% в монетах от суммы перевода до 2000. А свыше 2000, 10 монет, с любой суммы, хоть миллион монет переводите. Представляете, как это выгодно? Уверена, что вам понравится использовать призм, как платежную единицу расчета. Это удобно, выгодно и быстро. На этом у меня все. Всем желаю удачи, терпения. Следите за новостями. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк. С вами была Валентина Синема-2. Субтитры сделал DimaTorzok